Обязательно термометрия два раза в день, запрет визитов родителей, ограничение общелагерных мероприятий. Пандемия диктует свои правила летнего отдыха. Коснулись они любимого горожанами лагеря «Березка». Прошлым летом он так и не смог открыться. В этом году планируют наверстать упущенное, но с соблюдением всех мер и правил профилактики. В каждую смену сможет поехать в «Березку» только 81 ребенок. Продолжительность смен тоже сократилась с трех недель до 14 дней. Одномоментный заезд в соответствии с правилами, обсервация некая на территории лагеря. Никто из лагеря больше не заезжает вновь, не приезжает. И в отряде будет меньше детей, и жить они будут не по четыре человека, как традиционно, а по два человека в палате. То есть сохранение социальной дистанции, она даже и в состоянии их покоя, когда они отдыхают, то есть больше должны площадь быть для детей. Будет больше мероприятий внутри отряда. Общие лагерные праздники и линейки можно проводить на открытом воздухе, но при этом взаимодействие детей из разных отрядов придется минимизировать. А вот как проводить соревнования по футболу или волейболу, например, пока не совсем понятно. Возможно, если распространение ковида замедлится, ситуация стабилизируется, СанПин поменяют, и детские лагеря смогут работать в прежнем режиме. Это будет понятно ближе к лету. Пока же «Березка» готовится к приему документов и заявлений. Отправлять их можно с 1 февраля. Нужно написать заявление собственноручно, согласие на обработку персональных данных и приложить следующие документы. Копия паспорта всех заполненных листов заявителя, копия свидетельства о рождении, или если ребенку 14 лет, то копия паспорта ребенка всей заявленной страницы, и справка с места учебы, что такой-то, такой-то учится, такой-то, такой-то в школе. Бланки заявлений и образцы размещены на сайте березкадефиссаров.ру. Документы лучше отправлять по электронной почте березкосаров собакамейл.ру. Березка в муниципальный центр и поехать туда может любой маленький житель города, независимо от того, где работают его родители. Главное, ребенок должен проживать и учиться в Сарове. Кстати, за жителей города большую часть стоимости путевки оплачивают из городского бюджета. Полтора года «Березка» была закрыта, но комплекс поддерживали в рабочем состоянии. Сейчас активно начали готовиться к приезду детей. Начинаются ремонтные работы в связи, вот опять с действием, и чтобы работать беспроблемно летом, потому что досуг, конечно, это важно, но в первую очередь это здоровье ребенка и охрана его жизни. Уже сейчас приобретаются рециркуляторы в каждые, не только в крупные помещения, в большие, но в каждое детское помещение, где ребята будут проживать в их комнате. Досуговых смен будет четыре. На них могут поехать дети в возрасте от шести с половиной до пятнадцатых лет включительно. Затем планируют устроить традиционную дополнительную профильную смену для старшеклассников-студентов. Она будет идти 10 дней.